Природа Карачаевой Черкесии уникальна. Здесь есть на что посмотреть. Высокие горы и живописные ущелья, древние памятники и пещеры, быстрые реки и водопады. В республику приезжают туристы со всех уголков страны, чтобы полюбоваться первозданной природой, подышать чистым горным воздухом. Тиберда, Архейс, Дамбай, кистые нарзаны и источники, медовые водопады, плата Бермамет давно стали визитной карточкой Карачаевой Черкесии, излюбленным местом отдыха горожан. А вот и знаменитый Красногорский нарзан. Здесь любят отдыхать не только местные жители, но и жители республиканской столицы. Приехав и отдохнув сюда, они уезжают с замечательными фотографиями и отличными впечатлениями, а взамен оставляют, к сожалению, только мусор. Его здесь хватает, чтобы навести порядок, к нарзанам источникам приехало более 400 волонтеров. Здесь проходит акция «Вода России». С 2019 года она вошла в национальный проект «Экология». Его реализация в центре внимания не только федерального центра, но и региональных органов власти. «Очень надеемся, что эта акция останется в ваших сердцах, приобретет много союзников и соратников». У акции «Вода России» действительно много сторонников. И с каждым годом их становится все больше. Ладога, Волга, Дон, озеро Байкал. Везде проходят эко-марафоны, в результате которых собираются и перерабатываются тонны мусора. «Честно говоря, впечатление производит та красота, которую мы гробим. И вот этот вот, к сожалению, вот такой вот диссонанс в моей голове не укладывается. У нас замечательные совершенно места, красивейшие водные объекты, чудеснейшие берега. И люди, которые используют эти места как рекреационные точки, ну вот, к сожалению, не ухаживают за этим». «Привет, друзья! Мне очень приятно видеть столько красивых, доброжелательных и радостных лиц. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли и стали частью всероссийской акции «Вода России». Давайте ударно сегодня поработаем и покажем всем пример. За работу!» Чистить берег Кубани вместе с горожанами вышли министры, учителя, студенты и просто неравнодушные граждане. Чтобы создать боевое настроение, в дело включились артисты. Звезда шоу «Уральские пельмени» на месте не устояла. Чтобы поддержать добровольцев, организовали полевую кухню. Тут тебе и мороженое, и напитки, и аппетитные хычины. Но волонтерам не до них. Дело прежде всего. Боевая задача – очистить от мусора два с лишним километра по течению у Кубани. Вооружившись перчатками и мешками, «Экодозор» отправился прочесывать береговую линию. Сосредоточенно и кропотливо осматривается каждый квадратный метр. Важно не пропустить ни одной пластиковой бутылки или осколка стекла. Иначе мусор попадет не в мешок, а в воду. Я переживаю за свою республику. Хочу, чтобы было чисто, уютненько. Это наша обязанность, чтобы мы отвечали за чистоту нашей страны, нашей республики. Так что да, чистая страна, чистый город. Большую часть отходов составляют последствия отдыха местных туристов. Среди найденных сокровищ – стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, крышки и пластик, бумажные салфетки, упаковки от чипсов и стекло. Вот эту кучу мусора участники акции «Вода России» собрали всего за полчаса. И это при том, что только в апреле месяце здесь проходил такой же субботник. В трасс-волонтеры собрали полтонны мусора. Очистили два километра берегов вдоль Кубани. Получается, одни приезжают, отдыхают, а другие за ними убирают. К сожалению, эта необходимость есть. Вот результат вы сегодня видите. Поэтому сегодня чисто, завтра, увы, картина будет другая. А ведь совсем недавно в этих краях, да что там, по всей стране, картина была совсем иная. Люди совсем по-другому относились к окружающему миру. Я могу сказать одно. Мне было лет семь. Вот здесь вот проходила трасса, основная трасса, которая шла на Тибирду-Донбай. Вот куски этой асфальтированной они остались. И вот здесь всегда останавливались даже рейсовые автобусы. Просто останавливались, чтобы попить воды, чтобы остановились. Здесь красногорские бабушки продавали игрушки, яблочки. Я все это прекрасно помню. И никто никогда ни за кем здесь не убирал. Вот. То есть убирали все за собой. И чистота была достаточно нормальная. 50-70 лет последних, да, мы жили с лозунгом «возьми от природы все». И сегодня в нашей стране сложилась такая ситуация, что уже дальше мы можем просто потерять все наши богатства природные. Ситуация действительно серьезная. Возьмем хотя бы знаменитую реку Волгу, которую в народе ласково называли «Волга-матушка». Еще сто лет назад здесь хватили щука, судак, белорыбец, аналим. Но главная волжская рыба были, конечно, осетровые. Сегодня на Волге погибло 80% правословых рыб, в том числе особо ценные виды. Эта великая река принимает в себя 40% всех загрязненных сточных вод России. Примерно 2,5 миллионов тонн в год. И тут виноваты не одни предприятия. Не менее 45 миллионов человек постоянно проживают на берегу этой водной артерии. Берут из нее воду для питья и орошения. Сливают канализационные стоки. Бросают по берегам мусор. Оставляют в воде затонувшие корабли. А что же наша Карачава-Черкесия? Вы скажете, что воды у нас много. Реки горные, вода чистая. Но это не совсем так. И все из-за бесчисленных свалок, которые частенько находятся на берегу рек. Почти 24% исследованных проб не соответствовали требованиям гигиенической безопасности по микробиологическим показателям. То есть они были загрязнены микробами, которые могут потенциально вызвать у людей инфекционные заболевания. И нужно сказать, что ежегодно в нашей республике, в некоторых населенных пунктах возникают прям стабильно, ежегодно возникают вспышки инфекционных заболеваний. Эти съемки проходили 5 лет назад. Но что изменилось с тех пор? Ничего. Мусора меньше не стало. Вот поэтому и проводятся такие акции, как «Вода России», «Чистые берега», чтобы привлечь внимание к состоянию наших водных ресурсов. Похоже, в Карачаевой Черкесии войну мусору объявили всерьез и надолго. За последние годы в регионе очистили около 600 километров берегов. Прошло 300 акций, в которых приняли участие 50 тысяч жителей республики. До конца года мы будем продолжать акции «Чистые берега». У нас будут проводиться субботники не только на берегах рек, но и на всей территории республики. Каждый раз, когда приезжаешь в новый город, я думаю, что мусора будет мало. И выходишь, прогуливаешься по берегу, сильно его не видно. Но начинаешь собирать, и мусора огромное количество мешков в результате оказывается. И сюда я тоже приехала, думаю, ну, чистота везде наверняка не будет. Нет, волонтеры уже собрали кучу мешков. То есть ходишь-ходишь понемножку, а это скапливается в огромные мешки. Поэтому, наверное, многие думают, вот я фантик выброшу, ничего страшного. Нет, каждый вот по фантику выбросит, получается огромная куча мусора. КАМАЗы, да? Да, ну я скажу, сегодня очень большой объем мусора забрали. Спасибо организаторам. Большое дело – это и популяризация, вести правильный образ жизни в сохранении экологического состояния нашей Российской Федерации. У нас проект, который сегодня по поручению главы государства, реализуется в Карачаево-Черкесии. Особным контролем находится у Раджи Дориспиевича исполнение этого указа. И мы сегодня с Минприрода Карачаева-Черкесии и с нашими кураторами акции «Вода России» мы сегодня это мероприятие проводим. И я думаю, что у нас получается. Сколько бы государство не делало каких-то вещей без поддержки граждан, практически это невозможно будет. Мы каждые две недели, три недели у нас своя футбольная команда, с ними приезжаем, отдыхаем и заодно убираем территорию, чтобы было чисто. Проведение акции «Вода России» – это не только субботник. Главное – достучаться до жителей республики, считают ее организаторы. Простой принцип – принес-забери. Он работает везде, и это же несложно. Дорогие жители республики и приезжие, пожалуйста, соберите чистоту, чтобы у нас было чисто, хорошо, чтобы и вам было хорошо, и нам было хорошо. Сегодня на всех российских водоемах регулярно проходит генеральная уборка. И это правильно. Наша страна занимает второе место в мире по запасам пресной воды. В России свыше 2,5 миллионов больших и малых рек, более 2 миллионов озер, ледники и подземные воды. Однако практически все источники подвергаются антропогенному и техногенному воздействию. А ведь вода – это универсальный растворитель, в ней с легкостью растворяется большинство примесей, минералов и веществ. Поэтому качество питьевой воды сегодня – это глобальная экологическая проблема современного человечества. Ведь она является одним из ключевых факторов здоровья человека. По данным ООН, 30% заболеваний во всем мире происходят из-за загрязненной воды. По этой же причине умирает около 5 миллионов человек в год. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Как утверждают ученые, уже через 10 лет 5 миллиардов человек не будут иметь доступа к качеству питьевой воде. Если мы, жители Карачао и Черкесии, будем все так же «бережно» относиться к окружающей природе, в числе этих 5 миллиардов можем оказаться и мы, и наши дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok